Всем привет! Меня зовут Манилич Елена и я иммиграционный адвокат. В этом видео я постараюсь рассказать легко о сложном процессе иммиграции через программу EB3. Итак, EB3 это Employment Based Tip 3 вид иммиграции, который позволяет переехать в США на постоянное место жительства работнику, а также супругу супруги и дети в возрасте до 21 года незамужнен и неженатым. Работник получает право постоянного проживания, ничем не ограничено. После 5 лет сможет подать на гражданство. Получить эту грин-карту, либо иммиграционную визу, можно двумя путями, либо находясь на территории штатов, либо находясь у себя дома, ожидая одобрения всех процессов и получения иммиграционной визы, с которой работник заезжает на территорию США. Итак, какие главные три элемента для успешного прохождения всего процесса по программе EB3? Первое это, конечно же, наличие работодателя. Нужно понимать, что EB3 весь процесс построен на том, что работодатель испытывает необходимость в каком-то работнике, и именно работодатель выступает инициатором всего процесса по программе EB3. Следующий элемент это работник, то есть вы, те, кто заинтересованы в иммиграции, вы должны подходить работодателю, то есть вы должны отвечать требованиям, которые необходимы работодателю, чтобы заполнить его вакансию. И третий элемент это необходимо доказать, что работодатель протестировал американский рынок и не смог найти на американском рынке труда человека с такими требованиями, которые нужны работодателю. Это называется работодатель протестировал рынок и не нашел там работника, который able, willing, available and qualified for a full-time permanent position. То есть, что нет работника, который готов был приступить к работе на полную позицию, которая есть у работодателя. Также работодатель должен доказать, что у него есть финансовая возможность обеспечить, позволить себе нового сотрудника. Стоит заметить, что процесс этот достаточно длительный и он очень технический, поэтому на каждом этапе что-то может пойти не так. Иногда весь процесс приходится проходить снова и снова. Например, работодатель закрыл позицию, он не может больше себе позволить такого нового сотрудника. Потенциальный работник не отвечает требованиям работодателя. Работодатель начал тестировать рынок и нашел работника на американском рынке труда. Это всегда стоит учитывать, когда вы планируете идти вам этой программой EB3 или нет. Также вы можете получить грин-карту через EB3, находясь в Штатах. Но стоит заметить, весь процесс оформления, он достаточно длинный, он может быть пару лет. И вот этот весь период, вы можете находиться здесь, но вы всегда должны быть в каком-то статусе. Например, H1B, O1, E2, студенческий статус. Что вы находитесь и у вас есть время ожидать, пока закроется эта вся процедура, пока вы сможете получить грин-карту. Надеюсь, я объяснила ясно. Оставляйте вопросы, если у вас есть вопросы по EB3. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать. Никаких новостей и нюансов об эмиграции. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok